О чем говорили с главой республики, какие сейчас задачи перед районом? Задачи перед районом стоят большие. В основном это обращение главы республики. Это мы наметили в этом году. По социальным направлениям сейчас хочу сказать, что мы в этом году устроим две школы. Это начальный, это первый поселок Комсомольский в гимназии. Так, почти на 30 миллионов на 200 мест. И поселок Комской. Также в этом году мы в поселке Прикумский спортзал строим, там никогда не было спортзала. Также Асимур 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 нам ставил в прошлом году задачу в учебном районе во всех населениях пунктов построить мини-спортивные площадки. В этом году в четырех населённых пунктах это поселок Саров, поселок Новый Ападук, поселок Прикумский и Ачинер-Построим. Сейчас практически у нас на завершении поселок Ападук. В Куме мы в прошлом году сдали, в Комсомольске практически есть. Это что касается в этом году, также мы планируем, сейчас будем выбирать конкурс, это строительство, капитальный ремонт. И строительство, к нему, к детскому саду, поселок Артезян. Также мы планируем ремонт, капитальный ремонт школы. Это, по-саме, как раз понимать, что те школы, которые сегодня построены в 70-х годах, сегодня требуют капитальный ремонт. Мы начинаем с внутреннего отопления, электроповодки, электрических частей, которые необходимы нам. То есть мы две школы уже в этом году тоже запланировали на капитальный ремонт. Далее, что касается социального плана. А также еще хочу добавить, что по линии КТК у нас сегодня будет строительство поселка Комсомольск, начальная школа капитальная. Реконструкция начальной школы, поселок Комсомольск, школный, родит. Это в сумме 23 миллиона уже запланировано, сейчас на стадии подписания договоров. Это по подписанию соглашения главы республики и руководства КТК. Также поселок Артезян сейчас ведут проектные работы. Это модульная школа будет, поселок Артезян, начальная школа. Далее, сегодня, что касается по инвестиционной политике, то население привлекается, это малый и средний бизнес. Сегодня, вы сами знаете, что задача вот такая, что в населенных пунктах нет, у нас в сельских населенных нет бойни. Недавно мы уезжали с руководительного хозяйства. Это Болдырев Валерий Растаевич и Лукшан Анатолий Иванович. Уезжали мы в город Волгоград, электромеханический завод. На сегодняшний день этот завод выпускает мини-бойни. И также мы договорились, что мы сейчас технические задания дадим, и они нам изготовят эти мини-бойни. Мы планируем в этом году в четырех населенных пунктах поставить мини-бойни. То есть население, чтобы могло прийти забить, также закрытые учреждения поставили для сельхозпредприятия, для своих нужд. То есть она готова уже с лицензией, со всеми вместе тогда. Это не нужно дополнительные какие-то брать сертификаты, лицензии. Также мы уезжали и смотрели. На сегодня я хочу сказать, что водополивная техника, вот Бауэргул, он его достаточно на свое хозяйство приобретал. То сегодня наша, будем говорить, промышленность пошла уже в период, и уже наша такая водополивная техника, которую вы увидели, сегодня называется «Октуба». Она дешевле, и поэтому, наверное, тоже мы будем брать проделать эту водополивную технику. Вот такие кратцы у нас есть, будем говорить, планы. Планы, они решаемые, и думаю, что мы его решим в течение этого года. И, конечно, наверное, год экологии, без этого тоже нельзя не сказать, потому что мы еще в 2015 году, как вы знаете, вы приезжали, мы во многих населенных пунктах сельских построили парки. Также сажали деревья и так далее. Сейчас у нас задачи уже тоже другие, вокруг поселка уже сажать зеленое насаждение. На сегодняшний день мы уже запланировали ввести у себя. Я думаю, что мы все намеченные цели, которые мы их выполним. И хотел бы сказать, буквально на той неделе с Эльбиковым, с Хонгаром Бадмайшем мы обсуждали у нас поселок Кумской строительство нового дома культуры по программе «Сельские дома культуры». Уделяется по проекту смертной документации 16,8 миллионов рублей. Из них мы будем финансировать по 5 миллионам с местным бюджетом. То есть я хочу сказать, что программы, те, которые по «Единой России», и также республиканские программы, и с республики поддерживаются программы. Поэтому хочу сказать, те, которые намечены планы по программе партии «Единая Россия» поставили, они выполняются и будут выполняться. Поэтому есть перспектива, надежда для фермеров. И сейчас уже выдаются кредиты по 5% годовых. Этого давно мы ждали. И сегодня с этой инициативы уходила партия «Единая Россия». И вот, пожалуйста, результат вот этого, чего мы хотели. То есть, дружника сельскохозяйства уже поддержат на высоком уровне, на словах, а на деле. Спасибо.